Всем доброе утро! Дорогие друзья, у нас сегодня были первые заморозки, мы вышли немножечко поработать на участке. Вот моя бригада отправляется на новое место работы. Мои самые главные помощники. Сейчас, конечно, показалось солнышко и довольно-таки еще температура такая, при которой можно поработать. Но листва уже, вот сколько нападало листвы. За эту ночь упало очень много листвы. То есть уже говорит о том, что были первые заморозки. И я все ориентируюсь по своему базилику. Это растение, которое очень чувствительное к заморозкам. И сегодня оно уже опустило свои листики. И это говорит о том, что заморозки. Реально был такой заморозок, на который стоит обратить внимание. Сегодня буду укрывать некоторые растения. И, конечно же, готовить к зиме. Но, тем не менее, хоть и был заморозок, довольно-таки неплохо еще имеют вид растения. Некоторые пытаются цвести даже с хризантемки. Вот они просто еще великолепны. Вот такие красивые еще растения, которые довольно-таки радуют своим видом. Мне даже зацвел молодой кустик вейгелы. Вот. Еще есть, чем полюбоваться. Вот листва укрыла лимонный. Ну, почти не осталось листиков уже на гортензии мемсред. Пион уже пожух. Это говорит о том, что можно его уже обрезать. Вот есть, конечно, еще красивые растения, которыми хочется полюбоваться, которые украшают еще сад. Но уже осень дала о себе знать. И сегодня еще есть над чем поработать. И поработать усиленно. Потому что, судя по прогнозам, это последние денечки, которые нам дадут еще возможность поработать в саду. Итак, дорогие друзья, займемся работой. У меня за ивой довольно-таки высокоросточее, такое высокорослое дерево рос гипискус. Я в прошлом году его посадила, он был совсем малюсенький. И я не была уверена, что он даже приживется как-то так. А он, знаете, был вот такой, наверное, росточек, вот как я показываю, начиная вот от перчатки. И вот такой он вырос за этот год и даже зацвел. И, понимаете, за айвой, где он рос, мы как-то не можем им любоваться, потому что его там практически не видно. Я решила высадить его более на видную зону. Вот я выкопала здесь такой вот, под него ямочку. И вот сейчас я его пересажу. Гипискус растение непривередливое с ним, не нужно много хлопот, оно не требует. Земля у меня здесь хорошая, поэтому ничего не добавляла. Сейчас я его вот пролью хорошенечко. Вот так вот пролью, чтобы водичка впиталась, чтобы хорошо корешки там улеглись. И засыплю, естественно, землетой. Знаете, очень часто мы садим растения. Ну, я думаю, что все с таким сталкивались, все, кто занимается цветами, да не только цветами, хоть чем. Мы часто и густо сталкиваемся с тем, что, допустим, купили растение. Вот привянулось он нам, мы его привезли, посадили, радуемся, а потом в какой-то момент понимаем, что вот ему там не место. И, конечно, мы его тогда начинаем пересаживать. Ищем другое место, но это не такая уж большая проблема. Главное, чтобы оно прижилось и в дальнейшем нас могло радовать. Потому что если мы растения запустим их, дальше оно будет расти и в том месте, скажем, где ему лучше. И где ему на самом деле как бы место для того, чтобы... Мы же растения садим в своем саду для того, чтобы они нас радовали с цветением, с плодоношением, в зависимости, что это за растения. Мама, зайдите, что крыло. И растения как бы за нашу заботу о них нам дарят свои красивые цветы. В данном случае с гибискусом. Вот так вот гибискус нашел свое новое место обитания. Вода впитается. Я немножечко еще тут его земельку прижму возле него. И вот так он здесь будет расти. А здесь у меня рос небольшой пион, который я сейчас тоже пересажу. Смотрите, какие хорошие почки. Уже вот они. Он, конечно, будет твести. И я его пересажу в другое место. Вот, друзья мои, продолжаем наши работы. Да, лучше. Работы по подготовке миксбордера к зиме закончены. Я сейчас вам покажу и расскажу, что мы делали. Немножечко постригли самшит. Почвопокровник, гвоздичку. Немножечко обрезали внизу подсохший чабрец. Сделали такую вот корректирующую тоже обрезку барбариса. Оранж рокет. Какой он сейчас красивый. Просто набирает такой цвет. Красивый. Что касается всех хвойников. Почистили хвою. Эпо подсыпали мульчу. И вот такие вот красивые хвойные насаждения. Уже готовы к тому, чтобы пойти в зиму. Дальше постригла. Постригла кустик спиреи. Колын принцесс. Вот такой она имеет сейчас вид. Вот такой уже окрас листа. И замульчировала тоже куст. Повскапывала, конечно, везде земельку. Взрыхлила, можно так сказать. И в этом году постригла очень так. Довольно-таки сильно постригла лобчатку. Я всегда ее постригала. Но так понемножку. В этом году постригла хорошо. Потому что куст уже был очень большой. И прямо он был до самого газона. Под ним даже вот овсяница. Если здесь видите, вот такие кустики хорошие. То под ней вот она закрывала их. И они совсем-совсем такие маленькие. Замульчировала тую. Почистила тоже ее внутри. И немножечко сбоку постригла. Вот такая вот красавица. Еще очень радует и оживляет. Миксбордер мультифлора. Вот хризантемка. Можжевельничек тоже замульчировала. Вот и кортензия тоже замульчировала ее кислым торфом. Но обрезать не стала. Уже совсем высохшие соцветия. Но знаете, они как-то вот по-осеннему красивые. Вот и я, я думаю, пусть немножко еще порадует. Решила их пока не срезать. Может там недельку, может больше. Не знаю, пусть порадует. Что касается насаждения, еще вот сюда подсадила ясколку. Как-то хочется мне этот почвопокровничек видеть здесь. Вот там вот к стеночке растет, к забору растет вот такой вот большой куст хризантемы. Вот она мне осенью очень-очень здесь, скажем так, нравится. И такие вот яркие краски добавляет к миксбордеру. Вот здесь у меня рос можжевельник, но в этом году пропал. Буду насаживать новые растения. Вот такой красивый куст барбариса. Куст просто вот шикарный и очень красивый. Мне очень нравится. Смотрите, какой ярко-красный цвет. Красавец. И к нему ближе росла вот эта вот туя. Буквально она росла почти под ним. И сама по себе она начинала немножечко наклоняться, то есть к солнышку. Я ее пересадила ближе к газону, совсем рядышком. Вот и замульчировала, пролила и замульчировала. Я думаю, что здесь ей будет лучше, она будет более свободна, скажем, от того, что не будет ее ничего прикрывать. И подсадила вот такую вот кихерку. Вот такой вот красивый уже цвет листа имеет бадан. Вообще красивое растение. Лист у него всю зиму. Вот такой вот тоже красивый. Он не пропадает в зиму. Рана очень цветет, яркими цветочками розовыми. Очень красивое растение. Я его очень-очень люблю. И вы знаете, что даже с бадана можно с листиков, только вот сухих вот таких вот сухих листиков, можно делать чай. Пить чай с него можно. Именно с сухих. А не с сухих нельзя, потому что он ядовитый. Вот там, где у меня кустик чабреца. Вот он. Тут у меня рос куст гибискуса, который мы пересадили, потому что за таким, конечно, большим деревом его не видно было. Вот. Такое вот, такие красивые растения. И вот даже вот колокольчик еще немножко даже свел. Подрезала розы. Вот. Где-то на 30-40 сантиметров. От земли делаю косой срез на внешнюю почку. Такую обрезочку. Но пока не укрываю, потому что еще рано. Дальше у нас здесь пион, который древовидный, который я тоже проредила внутри, чтобы он немножечко как бы проветривался, ну и не было загущенности. Замульчировала и постригла тую. Еще вот одна гортензия, Little Lime. Тоже вот такая вот красавица. У меня тоже листика на ней. Но тоже я ее замульчировала кислым торфом. Но обрезать тоже соцветия не стала. Они очень легенькие такие, воздушные уже, красивые. Видите, какие прям вот легкие-легкие такие вот. Но я не стала их убирать, потому что даже в таком виде они мне вот как-то вот по-сеннему прекрасны. Пусть еще порадует недельку. Может быть даже чуть больше. Вот гибискус наш. Мне всегда здесь не хватало такого высокорослого какого-то вот кустика высокенького. И вот он прямо мне здесь очень нравится. И его очень даже хорошо смотрится. Вот мультифлора тоже, который разбавляет своим ярким цветом. И еще посадила одну сюда вот гехерку. Вот. Друзья мои, все растения уже подкормлены и готовы к этому, чтобы входить в зиму. Немножко позже мы еще сделаем обрезку деревьев. Сейчас еще немножко рановато. Вот. И завтра я собираюсь снять плоды с айвы. Убрать все эти подпорки, которыми мы держим веточки. Потому что очень тяжелые. Много-много урожая и тяжелые веточки. И миксбордер вот такой вот красотек. Такой вот осенний. Уйдет в зиму. Спасибо всем за просмотр. Ставьте свои лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всегда буду вам рада. Хорошего вам всем дня. Будьте счастливы. И здоровы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...